Всем привет-привет! И это мой новый влог. Иду по центру Киева, страховую компанию. Мы сейчас в Швейцарии, в Зурихе, а мы уже попросили купить автобусную парсию. Честно, ребят, я очень переживала, что я опоздаю на свой трансфер, но я не опоздала. Я даже вот еще сижу, попиваю копеек и смотрю на эту длиннющую очередь. Если что, у меня хорошая авиалиния, я смогу смотреть весь перелет в фильмы, делать английский, читать психологическую литературу. Так что надеюсь, нет, не надеюсь, я уверена, что перелет не будет скучным. Мы очень медленно продвигаемся по самолету, потому что обычно делают сначала выход для бизнес-класса, отдельный для эконом-класса. А это все вместе, и, короче, пока все сядут, это есть трансфер. Это у меня пересадка в Гонконге всего лишь 2 часа, и я очень боюсь, что на Джакарту кто-то пойдет пешком. Покажу вам, как выглядеть этой пенсификой, в чем разница авиалиния. Разница особо не вижу, мне нравилось в австрийских авиалиниях, там экран больше, и, честно, намного больше функций. Ну ладно. И подушечка, короче, и пледик, они очень мило выглядят. Так что, пизда эконом-класса. Прилетела я в Гонконг, ребяточки, живая и здоровая, но ужасно-ужасно усталчивая. Сейчас иду на трансфер-деск, чтобы посмотреть, с какого гейта у меня мой самолет на Джакарту. Гонконгский аэропорт меня особо не расстроил. Он несложный. Я думала, что это хуже Китай. Такой Китай, знаете? Блин, сейчас это очень обидно. Это на китайском. О, она на английском. Так, 930. Видите кто-нибудь в Джакарту? Я вижу. У меня 68-й гейт. Так что мы с вами бежим на 68-й гейт. Мне бы хотелось знать это где. Секундочку. Уточним. Я не помню, советовала ли я вам смотреть фильмы во время полета. Но я смотрела фильмы и вертала почти весь перелет. Так что мои соседи, одна моя соседи были китайцы. Они спали тупо весь перелет, ребята. Они вставали только поесть. Это первый перелет, в котором я не поспала даже 10 минут. Ребят, даже 10 минут. Не знаю. Это очень странно. Я обычно сплю. Мы сейчас с вами посмотрим аэропорт Донконго. Чем он отличается от других? Ничем. Пока что для меня. Но вид действительно очень-очень красивый. Если смотреть из окна, там вид на горы очень-очень красиво. Чем напоминает мне в Индонезии Монада. Мне там правда очень понравилось. Вид очень крутой. О боже, сколько гейтов. У меня 68. Вот мне туда. Система вроде тоже адекватная. Я сначала испугалась, а потом поняла, что вся очередь в одном направлении. А теперь просто по указателям все расходятся по своим гейтам. Аэропорт, на самом деле, очень большой. Ну и, собственно, это круто. Музыка Пережила еще 5 часов перелет. В Гонконге нам удержали на час. Но, как видите, жива здоровая. Вроде поплетела. Не сильно опоздала. Так что идем смотреть Джакарту. Джакарту.